Ученые Казанского университета установили причины обмеления озер в Лаишевском районе Республики Татарстан. Все подробности далее. Озера Лаишевского района являются ценнейшими водными объектами Республики. Большинство из них карстовые, глубокие, некоторые достигают 20 метров глубины. А два из них, Архиерейская и Ковалинская, и вовсе крупнейшие озера Татарстана. К сожалению, стала заметна проблема усыхания многих озер Лаишевского района. И связано это, опять-таки, к сожалению, с активной застройкой территории водосбора этих озер. Много поселков расширяющихся, активно расширяющихся. И все, конечно, тяготеют к берегам озер, потому что это самые привлекательные места. Много дорог построено, а они тоже отрезают территорию водосбора. Студенты и сотрудники кафедры природы, обустройства и водопользования Казанского университета по космическим снимкам и картам провели инвентаризацию каждого озера. И выявили, что из 160 озер Лаишевского района несколько уже находятся в критическом положении. Есть, например, озеро Чистое, которое практически сейчас уже выпито. Потому что выпито это в том плане, что недополучает оно воду подземных источников, поскольку вода разбирается с жителями из артезианских скважин. А это ведь единая система, получается. Подземные воды питают Карстовые озера. И чем больше, так сказать, здесь застройки, чем больше возможности взятия воды, тем, соответственно, меньше и меньше у нас вот этих интереснейших природных объектов. Уникальным природным объектом можно назвать и озеро Архиерейское. Общей площадью 60 гектар и 20 метрами глубиной. Когда-то его вода через Никольские озера переходила в реку Мёша. От этого всё осталось, от этой былой, так сказать, красоты остались только небольшие озера. Усыхают озера в Никольском, гусиное озеро практически исчезло. И южная часть озера Архиерейское сильно заболочена, сильно обмеляла и зарастает. На 60% практически озеро зарастает. И ладей канадской мы называем ещё и водяная чума. Для спасения природных объектов учёные Казанского университета рекомендуют проведение таких мероприятий, как расчистка дна, остановка застройки береговых зон и строительство дорог, контроль подземного водозабора и другие. Каждый водный объект – это экосистема. Малая или большая, малая или большая озеро – это экосистема. Так же, как небольшой лесок, роща, лес и так далее – это всё экосистема. И вот совокупность экосистем, собственно говоря, составляет сферу жизни на планете, биосферу. То есть она состоит из ячейка экосистем. И потери каждой экосистемы – это сокращение биосферы, это сокращение биологического разнообразия, устойчивости территории. По словам Нафисы Менгазовой, каждый выдаём, даже самый малый, сохраняет свой генофонд флоры и фауны. И не важно, большая эта система или маленькая. Важно, что она способствует жизни на Земле. Поэтому озёра, как и другие природные объекты, необходимо тщательно оберегать. Диана Желенкова, Ленарда Влетьяров, Универньюс.